Меньше чем через неделю будет год с начала специальной военной операции. Как, по-вашему, изменилась Россия за вот этот год? Я думаю, что она крепче. Все какие-то, наверное, жестокие стали, я не знаю, как это объяснить. У нас ничего не изменилось. Как жили-то пришли. Люди стали более серьезными, более серьезно стали относиться к патриотизму. Ну, люди с воплощением стали. Народ сплотился, понимает ответственность. Много выявилось, кто за и против, это тоже хорошо. Все-таки мы славяне, и нехорошо бить друг друга. Вот, обидно. А те эксплуататоры, которые, типа англичан и Америки, они всю жизнь за счет других живут. Как вы думаете, какой была бы наша страна, если бы не было СО? Ну, мы не сильно разбираемся в политических вопросах. Вот, но, наверное, все-таки было бы спокойнее ходить по улицам. Это, наверное, такое же оставалось, как и было. Ну, такое распространение фашизма, мы же видим на глазах, как они с пакелами ходят, какие лозунги выдают, кому они поклоняются. Не сегодня бы, завтра бы они бы пришли. Они, да, конечно. На том же месте были, ни лучше, ни хуже. Только единственное, что людей жалко, которые погибли. Этих очень жалко. Я жалею и украинцев, и русских. Но, вы знаете, у них выбор был сдаться. А у наших не было выбора. Надо было освобождать территорию от американских баз, этих лабораторий. Другое бы отношение было. Не было такого отношения к людям другой нации, можно так сказать. Как вы думаете, за этот год стало лучше или хуже жить в Северном? Ну, и вам, в частности. Ну, как-то не особо, продвижения особо нет. Потому что зарплата та же самая. Все везде подорожало. Подорожало на много раз. И сейчас вообще в конце концов люди служат. Некоторые друзья, знакомые уехали из города. Но мы тут так и остались, потому что мы любим Белгород. Во время Великой Отечественной войны было в тысячу раз хуже, когда дети, подростки, женщины стояли за станками. Все для фронта, все для победы. Мы должны помнить этот лозунг. И не плакаться по Макдональдсу, по айфонам и другим градостям. Может, чем-то хуже? Ну, кола ушла, но это хуже, наверное, нет? Ну, так же. Я на себе не почувствовала, что я хуже живу. Вы не сравниваете? Мы же сейчас напряжение, мы должны отстоять. Тут на это дело обижаться нельзя. Мы это все понимаем, да. Обижаться не надо, что мы там чем-то... А так магазины забиты. Но многие потеряли своих близких, я думаю, у многих хуже. Продолжение следует...